Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если вы видели два компьютера с линуксом, то вы с ужасом убедились в том, что эти слова абсолютно разные на них Ну скажем так, два компьютера с линуксом в разных местах у разных людей Если они у одного и того же человека, может быть там будет что-нибудь одинаковое Вот значит, ваше знакомство начинается примерно с этого И тут мы начинаем понимать, что на самом деле нам все понятно Все эти ваши линуксы, они очень простые, все устроены совершенно одинаково У них входной экранчик такой с головой, с шариком, который находится на сплюснутом шарике Вот, здесь написана какая-то ерунда Вот, нам про эту ерунду рассказывают пароль, мы его тут пишем Пароль какой-то Вот, после чего Неправильный пароль После чего нам радостно показывают рабочий стол И вот вон весь ваш линукс, мы уже знаем, что это такое Осталось только найти в этом рабочем столе свои любимые программы И в общем, наш спецкурс можно считать вроде бы как закончен Вот Все это, конечно, очень здорово Действительно, смотрите Вот я вижу какую-то панель В этой панели даже я вижу вон значок громкости Значок Wi-Fi, значок Bluetooth Вот, я вижу рабочий стол, на котором находятся иконки Мы знаем, что это за иконки, некоторые, по крайней мере Вон написано «Корзина», мы знаем, что это такое Вот, или там, скажем, Firefox, мы тоже знаем, что это такое Короче говоря Если бы наш разговор происходил лет 10 назад То жуткий шок бы вызвал отсутствие надписи «пуск» на этом экране Но сейчас она уже шок не вызывает Бывает, что не бывает надписи «пуск» Вот Мы знаем, что все равно Мы все равно знаем, что от нажатия в левый нижний угол, правда? В этом левом нижнем углу находится нечто Мышка, проснись Вот О, так тут же меню В этом меню приложения Короче говоря, да? Все линуксы устроены абсолютно одинаково Видим мы, изучив один-единственный линукс Вот Как говорила Алиса, да? Все моря устроены одинаково Сначала идет железная дорога Потом пляж Потом купальные кабинки А потом оставшиеся море Вот, как-то так Вот мы, значит, разглядываем наши купальные кабинки Вот Правда, тут нас Где мой планчик? Вот мой планчик Тут Тут нас начинает преследовать Преследовать Неприятное Такое Действительно неприятное Пользователям ужасно неприятно Обнаруживать, что В свежеустановленном линуксе Оказывается Безумное количество Каких-то программ установленных То ли дело Другие операционные системы Ставишь И там ничего нет вообще Вордпад есть Или там Ну что-нибудь такое Проигрыватель музыки А также редактор мультфильмов Все Нет, тут какая-то Тут всего до хрена А, да И косынка еще А косынку забыл Вот А тут как-то вот Одних игр Чтоб 5, 6, 7, 8, 10 Но ведь и Вот Офис какой-то стоит Короче говоря Это раздражает Почему так много программ Зачем мне все эти программы Я не просил Они же, небось, дорого стоят Вот С другой стороны С другой стороны Ну вам приходит Значит К вам навстречу приходит Ну кто-то говорит Да нет Ну что вы Это такое удобство У вас уже все программы Предустановлены Пользуйтесь ими В самом деле Давайте попользуемся Какой-нибудь программой Ну не знаю Ну каким-нибудь броузером В конце концов Тем более Что у нас прямо На рабочем столе Вот Давайте Да Значит Что Ну вдоволь натыкавшись Найдя Найдя Вот Вот в этом прекрасном меню Приложений Все свои любимые Не найдя ни одного Своего любимого приложения Вот За исключением Быть может Файлфокса Но по крайней мере Найдя Как это правильно сказать Изрядно доставший Своего товарища Линуксоида Вопросами А где здесь Ворд А где здесь Фотошоп А где здесь Чем сейчас модно музыку слушать В мое время Это был винам Вот Ну какую-то еще Какую-то ерунду Значит Где оно тут все На что им говорят Ну слушай Вместо вордатов Запусти Не знаю Вот 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 Это И все будет хорошо Даже в каком-то смысле лучше А в каком-то хуже Ну в общем Почти так будет Вот Давай уже Машина старая Значит Ну вот О какой тут страшное меню Хорошо его можно убрать А можно достать Короче Вот вам Вот там что-то вместо ворда Да И вполне Вполне похоже на ворд И даже делать все что нужно Вот Ну и так дальше Да Вместо Вместо фотошопа Можно там кучу всего запустить Даже вон 3D модели есть Блендер Вот блендер есть Фотошопа нет Блендер есть Ну окей Хорошо Есть блендер Вот Значит Короче говоря Найдя какой-то Найдя чем играть Музыку Тут музыку прям Несколько способов Можно играть Раз музыка Два музыка Три музыка Четыре музыка Пять музыка Пять программ Для проигрывания музыки Зачем-то стоит Ну это наверное я поставил Я не думаю Что в исходном Дистрибутиве Было целых пять Вот Короче говоря Найдя много всего интересного Пользователь начинает Пытаться разобраться Ну вот с тем Что здесь происходит И здесь его подстерегают Ну некоторые такие вот удобства Не знаю как это правильно назвать Одно из главных удобств Которое пожалуй Ну я все время рекламировал Продолжаю рекламировать Это так называемый Виртуальный рабочий стол Вот это Смотрите Ничего это в этом Мне кажется Что в современных Операционных системах Это Начинает появляться Вот То что есть В Скажем так Линуксе То что появилось в Линуксе Еще до момента Изобретения Линукса Потому что Графическая подсистема С которой мы сейчас работаем Она существенно старше Чем Операционная система На базе Линукс ядра Так вот Это Значит То что появилось В 80-е годы Ну наконец-то Значит Современные операционные системы Дозрели Чтобы оно И у них там Тоже появилось Вот Это я про что говорю Вот у меня есть Скажем несколько окон Открытых Сейчас Давайте мы их Уберем Уменьшим немножко А нет Вот так Вот так Да Вот несколько Открытых окон И они все расположены На одном рабочем столе А я хочу На другом рабочем столе Что-нибудь другое Открыть Ну не знаю Файловый менеджер какой-нибудь Да Вот Вот пожалуйста Вот у меня один рабочий стол здесь Другой рабочий стол здесь И я между ними могу Их можно сделать сколько угодно И между ними можно переключаться И даже окошки перетаскивать С одного на другой Если это очень захочется О Перетащил Теперь они все здесь Теперь беру броузер Перетаскиваю в другую сторону Броузер Перетаскивайся в другую сторону Вот пожалуйста Перетащи Так Тем временем Я забыл запустить Запустить скринкаст Ну окей Сейчас Одну секунду Это надо сделать Это надо сделать Вот оно Ну что Значит Тем кто смотрит скринкаст Сообщаю Что По независимым от меня Причинам Я не смог записать Процедуру входа в систему Потому что сначала Надо было войти в систему А потом уже В этой системе Запустить программу Которую будет Снимать Снимать С картинку с экрана Вот этим Этим я сейчас только что Занялся Вон она Видите Тикает Снимает Вот Поэтому повторю Что я успел За это время сделать Я успел Потыкать в меню Этого вашего Линукса Обнаружить там Бесчисленное количество Приложений И здесь Я собственно Собрался Немножко поговорить Про виртуальные Рабочие столы Как по Некоторой Отличительной Отличительной черту Графической среды Которая вам Предоставляет Типичный Линукс систем Вот Значит Повторюсь Виртуальный рабочий стол Это виртуальный Рабочий стол То есть у нас Как бы два экрана Существует А на самом деле Сколько угодно Их может быть Сколько угодно Их можно Увеличить Вот их будет Четыре Например Видите И внизу Образовалось Еще четыре Таких квадратика На которые Мы тоже можем Раскрывать Наши окошечки Чтобы Значит Чтобы Значит Вот Чтобы Значит Ну Это такой Специальный стол Который не должен Видеть босс Да Мы здесь Игрушки запускаем Ну и так дальше Их может быть Сколько угодно Между ними Можно переключаться Вот так Видите При этом Внизу Переключается Область фокуса Ведь она Синеньким Выделяется Вот Это пожалуй Единственное Из того Что Пользователь видит И не желает Им пользоваться Если Если раньше Он не видел Графическое окружение Типичное Для Линукс А между тем Это страшно Удобная штука Потому что Все Все Окошки На одном экране Это Ну бесит Вы Скажем На одном окне Что-нибудь Программируйте На другом окне У вас Броузер Запущен На другом В смысле В другом На другом Рабочем столе Вот здесь Его даже Можно Во весь экран Броузер Вообще Удобно Запускать Во весь экран На третьем Еще что-то На четвертом Еще Современные Люди Которые Много Работают На компьютере Изобрели Аппаратную Замену Виртуальных Рабочих Столов Называется Два Монитора Воднутые В один Компьютер Очень Удобно Но Их Два Вот Если У вас Их Четыре То Вам Если у вас Такой головы Нет То вам Будет Тяжело Работать За шестью Рабочими Столами Аппаратными Вот А здесь Пожалуйста Четыре Пять Шесть Сколько Хотите Кстати Сказать Их Тут Все Вообще Такое Как Везде Вот Как Ну Выглядит Немножко По-другому Но Надписи Пуск Нет Какие-то Странные Иконки Которые Не Понятно Что Значит На самом Деле Они Понятно Что Значит Это Просто Файл Менеджер Вот Мы Туда Тыкаем Получаем Какие-то Извините Заворожение Папочки Которые На самом деле Каталоги Еще Чего-то Ну В общем Не Вижу Н-ного Количества Соправителей Кажется Пяти Вот Исторически Я Другого Значения Слово Директория Не знаю Хотя Встречал Почему-то Слово Директория В значении Слово Каталог Вот Зачем Я сюда Нажал Короче Кроме Своей Машины Я в сети Ничего Не вижу Ну И ладно Не вижу Так Не вижу Виндозовой Сети По крайней Хорошо Все Это Очень здорово Вот У нас Какие-то Какие-то Файлы В файловой Системе Тут Волшебные Значки Нам Скажут Что Как-то Не удалось Это же Мой Компьютер А вот Об этом Мы поговорим Даже Не сегодня То есть Смотрите Все Хорошо Все Вроде Понятно Но Уже На этапе Знакомства С Вот Этой Все Безобразие Ну Хорошо Мы Разобрались С тем Что такое Виртуальные Рабочие Столы Тут Проблем Нет Это Удобная Штука 30 лет Назад 40 40 80 Почти 40 Почти 40 Иксы Там 85 Год Значит С этим Понятно Но Но Начинает Нарастать Некий Шум Связанный С Недопониманием Того Что В общем То Мы Привыкли Считать Совершенно Нормальным Вот Например Какие-то Каталоги Но Они Правда Странно Устроены Какие-то Папочки Но У этих Папочек Есть Ну Вот Какие-то Такие Штуки Упс Че Это Ошибка Какая-то Почему Что Не Так Вот Это Ощущение Ощущение Такой Неполной Имитации Оно Начинает Только Нарастать Когда Мы Пытаемся Разбираться Со Всем Остальным Что У Нас Тут Есть Дайте Я Посмотрю Что У Недов План Вот Например Например Мы Хотим Чуть Настроить Да Ну Хорошо Значит Приложение У Нас Чертва Гора Вот Нам Еще Нескоро В голову Придет Какое Нибудь Еще Приложение Установить Хотя Это Тоже Интересно Вот Мы Лезем В Раздел Настроек И В Раздел Настройки Мы Начинаем Мы Видим Какой-то Совершенно Неорганизованную Солянку Почти Всегда Будет Так Если Вы В Каком-то Винук Дистрибутиве Увидите Одну Единственную Кнопочку Настройки Пугайтесь Главная Кнопочка Настроек Как правило Выглядит Как настоящая Кнопочка Настроек Шестеренка Еще с чем-то Называется Диспетчер Настроек И вообще Выгляд Очень знакомо Опять-таки Что-то Такое Какая-то Контрол Панель Правда Немножко Бедная В этой Немножко Бедной Контрол Панели Даже Есть Какие-то Отдельные Штуки Про Которые Мы Видим Вот Например Можно Настроить Мышку Вот Я тут Уже Делал Такую Неприятную Штуку Когда Ты Крутишь Вверх Она Крутится Вниз Это Для Тех Кто С Компьютером Познакомился Позже Чем С Планшетом Да Вот Я Сейчас Двигаю Вверх А Сейчас Двигаю Вниз Вверх Вниз Да При Этому Скролл Бар Когда Я Двигаю Вверх Движется Вниз И Поэтому Мне Очень Не Уютно Я Делаю Обратно Вот Какие-то 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 Настройки Какой-то Ой Я Случайно Закрыл Настройки Каких-то Частей Систем Или Там Не знаю Экран Рабочий Стол Обои Можно Поменять Где Тут Слово Рабочий Стол Вот Рабочий Обои Давайте Поменяем Обои Ой Мамочки Нет Это Страшная Там Какие-нибудь Изображения О Эй Мама Нет Мне Это Не Нравится Вернемся Обратно А Что Там Было По Человечески Где Оно Все Это Фон О Сейчас Нет Ну Вот Ладно Скинь Хорошо Значит Ну Вот Кстати Тоже Откуда Брать Эти Самые Обои Ты Черт Бег Драл Нет Давайте Все-таки Найдем В чем Идея Идея В том Что Есть Какое-то Место Где Лежат Ваши Собственные Файлы И Как Выясняется Это Мы Сейчас Прямо Опытным Путем Блюли Есть Еще Какое-то Место Где Лежат Файлы Системные Вот Их Там Этих Системных Файлов Какое-то Немеренное Количество Мы Прям Тут Есть Файлы Системные Вот Они Вон Все Эти Каталоги В Которые А Что Не Так А Да Но Я Почему Не Вижу Не Могу Туда Перейти Бред Короче Опять Начинается Мутность Попытки Взаимодействовать С этим Вашим Линуксом Путем Самиризма Самой Операционной Системы Путем Нажатия На Какие-то Кнопочки Вроде Как Работают Но Могут Привести К Некоторым Непоняткам Вот Таким Вот Там Ничего Нет Так Background Документы Это не документы Это не документы Что там Русской Русской Буквы Нет Документы Изображения Вот смотрите Отчаявшись Что-то Да блин Отчаявшись Что-то Сделать С помощью Этих Самых Кнопочек И Заранее Не подготовившись Я не помню Как это делать С помощью Кнопочек Потому что Действительно Не помню Поверьте Мне Это Все Не важно Я Вместо Этого Взял Просто Залез Туда Где Я знаю Лежат Эти Изображения И сейчас Я наконец Их Поправлю Да Это Просто Копи Просто Копи Ну вот Видите Подложил В нужный Каталог Теперь Они Тут Видны И Вот Пожалуйста Это Творение Нашего Дизайнера Это Школьный Дистрибутив Видите Ранец И Этот Самый Ну Почему-то С красным Крестиком Портфельчик Хорошо Окей Значит Запомните Этот момент Человек Который Занимается Линуксом Очень долго Загрузил Непривычно Для себя Окружение И Вместо Того Чтобы Разбираться На Какие Кнопочки Надо Нажимать Сделал Все Вот Вот Здесь С помощью Интерфейса Командной Строки Вам Это Предстоит Увидеть Еще Не раз Потому Что Я Всегда Буду Так Вот Модность Нарастает Когда Вы Пытаетесь Настроить Что-то Кроме Того Что Здесь Написано Хорошо Где Мне Сеть Настроить Где В этом Месте Настройка Сети Я Открыл Настройки Где Настройка Сети Хлоп Нету Настройки Сети Почему Нет Настройки Сети Мы Попробуем Об этом Поговорить И Вообще Куча Всего Оказывается Вот 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 Здесь Вот На самом Деле Не зря Много Всего О А вот Какая Настройка Сети Которую Можно Как Настроить Сейчас Мы Не Будем Это Здесь Мы Сделаем Паузу Только Заметим Что При Тщательном Рассмотрении Выясняется Что Вот Те Настройки Которые Сгруппированы В Одну Кучку Вот В Эту Кучку Это Как Правило Настройки Собственно Самого Рабочего Стола Монитор Обои Хранитель Экрана Внешний Вид Картин Вот Ну Всякое 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 Вот Видите Вот Вот А Ой Ну Вот Я же Внешний Вид Поменял А как Было Было Вот Так Так Красивше Да Там Ой Видите Да Это Настройки Рабочего Стола Самого Вот Ну Давайте Ради Интереса Там Еще Одно Что-нибудь Что-нибудь Такое Тут По Настрою Вот 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 Например Вот Вот Упс Ой Видите Дальше Декорация Меняется Самые Самые Противоестественные Декорации Бывают Ой Нет Это Очень Противоестественные Ну Короче Вы меня Поняли Ой Это Еще Более Противоестественные Ой А тут Вообще Видите Вот Такое Вот То есть С этим Можно Много Играться Получать Массу Удовольствия Но Вы Понимаете Что Это В общем Настройка Того Чего Вам Не нужно Ну Или По крайней Мере Что Никак Не повлияет На Вашу Дальнейшую Работу Разве Что На Ваше Эстетическое Чувство При При Наблюдении Все Это Безобрай Настройка же Того Что Собственно Относится К операционной Системе Скорее Всего Вынесено В Какое Отдельное Одно Или Несколько Мест Вот Да И Дай Бог Не В Это И Дай Бог Если У У вас Есть Какой Центр Управления Системой В Котором Упс Тут Надо Что Сказать А Я Не Знаю Что Тут Сказать Сейчас Попробую Да И Дай Бог Если Эти Настройки Вон Смотрите Вот Тут Можно Время Например На Компьютере Поменять Еще Что Пользователи Добавлять И так Дальше Сеть Настраивать Отдельно То Смотрите Настройки Операционной Системы Ведут Совершенно Другие Места Чем Настройки Рабачего Стала В этом Месте Мы Поставим Паузу Потому Что На самом Деле То Что Я Открыл Это Вообще Скажем Так Вот Эта Штука Настройщика Операционной Системы Во всех Линуксах Будет Абсолютно Разной То Если Вы Откроете Убун То Он Будет Один Если Откроете Какой Федоров Будет Другой Там Везде Разный Потому Что На самом Деле Нет Никакой Программы Центра Управления Операционной Системы Центр Управления Операционной Системы Содержимы Конфигурационных Файлов В специальном Каталоге Управление Операционной Системы Это Редактирование Конфигурационных Файлов С помощью Текстового Редактора Все Остальное Это Настройки Над Настройками К этому Мы придем Где-то К концу Семестра Когда Уже Будем Немножко Хорошо Разбираться В этом Безобразии А пока Повесим Это Утверждение С помощью Настройки Можно Более Или Менее Одинаковый Можно Настроить Собственно Сам Рабочий Стол Линукс Как Операционную Система С помощью Этой Штуки Настраивает Без Гарантии Что-то Будет Чего-то Не Будет Казалось бы Ну Все Хорошо Все Прекрасно Мы Привыкли Что В некоторых Местах Начинают Ну Нас Преследуют Какие-то Мутные Штуки Вот Ну Что Поделать Не Все Системы Так Идеальны Как Так Которые Которые Мы Пользуюсь Последние 5-10 Лет Вроде Разобрались С Этим Самым Линуксом В Румынию Не хочу Так Только не так А вот так Не важно Про это я сейчас Кстати тоже объясню Что это такое Я просто хочу По-быстрому Показать Какой-нибудь Другой Какой-нибудь Другой Вариант Оформления Рабочего Стола Так Так Давайте Подключим Какой-нибудь Сидюк К нему Сидюк Другой Какой-нибудь Подключим Здесь Вот мы Его вынем А какой-нибудь Другой Подключим Ничего не знаю Не пробовал делать То что сейчас Дело в том Что я запустил Если кто не заметил Я запустил Виртуалку Вот сейчас У меня на экране Сейчас у меня На экране Начальная загрузка Стартовая загрузка Компьютера В виртуальной машине Я загружаю Собственно Сидюка Вот Внимание Один небольшой Бонус Связанный Большой на самом деле Бонус Связанный с линуксом Представьте себе ситуацию У вас есть компьютер На котором стоит Ну не знаю Ваш любимый Операционный систем И вам внезапно Нужно поработать В линуксе Чуть-чуть Или не чуть-чуть Или решить Будете ли вы это делать Чуть-чуть Или не чуть-чуть Ваши дальнейшие шаги Так Значит Надо как-то Поставить Этот линукс Рядом с Этим Не линуксом Вот А если он Его убьет Случайно А я ничего Не понимаю В этом деле А если у меня Есть на диске С много Свободного места Туда линукс Встанет Или нет Вот А на тебя Значит гуру Смотрит И говорит Ты что Дурак Нет Не встанет Надо Чтобы раздел Был Пустой Ну Хорошо Раздел Это такое Существительное Не глагол Но дальше Что Короче говоря Мы Для того Чтобы Более Или менее Сознавая То что Ты делаешь Разобраться С установкой Операционной Системой В качестве Второй Операционной Системы На компьютер Нужно В общем Знать Что это Такое И тут Нас спасает Вот такая Вот кнопочка Которая Называется Лив Версия Дистрибутива Практически Любой Линукс На сегодняшний День Можно загружать В так называемой Лив Версии Когда вы Просто Загружаетесь С носителя И он Работает Все Никакой Установки Не требуется Вот Это Можно Сделать Судюка Это Можно Сделать С флешки Ну Судюки Редкость По нынешним Временам Флешки Еще Пока Нет Вот Значит Соответственно Мы Нажимаем Вот эту Кнопочку У Потому Она Загружает Линукс Ядро Чего Это Как выяснилось Как выяснилось Я вставил Не тот Хорошо Сейчас Сделаем Другой Этот Мы Выключим Он Он Тридцать Разрядный Какая Жал Хорошо Сейчас Вот Этот Запустим Этот Тридцать Разрядный Нет Тоже Тридцать Разрядный Зараза Уйди Сейчас Секунду Я Выключу Запущу Где у Меня Тут Ну Этот Хотя Б Тридцать О Это Шести Чичарё Поехали Ой У него Сидюка Нет Да Что Ж Так Вот Беда Сейчас Добавим Сидюк Извините Пожалуйста Так Тут У меня Нет Больше Тут Еще Виндус Есть Но Виндус Не Надо Так Вот Здесь Добавим Ему Сидюк Там Очень Памяти Мало Это Такой Там Консолька Больше Ничего Так Добавить Вот Сидюк Добавить Добавляем Ему Сидюк Оставить Пустым Окей Запускаем Выбираем Загрузку Сидюка Выбираем Сидюк Какой Там Хотели Кде Поехали Ну-ка Загрузили ядро Запустили ядро О Работает Отлично Ничего не знаю Ничего не знаю О том Что сейчас получится Как видите Сама загрузка Другая Там Беграун Другой Все Другую Вот Ничего не знаю О том Что сейчас получится Потому что Загрузка Конкретно Этой рабочей среды Требует Достаточно Хорошего Графического Сопроцессора Что в общем Соблюсти В рамках В рамках Виртуальной машины Не так-то легко Вот Ну мы сейчас Увидим Насколько Насколько Это будет Какое-то Колесо На букву К Видите В общем Интересно Что выйдет Так Оно же Загрузилось Причем Уйди противное Причем Обратите внимание Что Вроде бы Все так же Вроде Внизу Какая-то Панель Правда Вместо Кнопки Пуск У нас Теперь Пуск Виноват У нас Теперь И меню Какое-то Другое И тут Какие-то Странные Штуки Странные Короче Говоря Все Да не Тот Все Что мы Так радостно Изучали В предыдущей Версии Нашего Линукса Линукса В кавычках Разумеется Оказалось Делает Примерно То же самое Но выглядит Совершенно По-другому Видали Мы ничего Этого Не видели В прошлой Инкарнации Того Что смотрели А тем не менее Ну я Например Совершенно Свободно Во-первых Тыкаю В эти Менюшки А во-вторых Признаюсь Что я Не знаю Что там Половина Из них Значит Потому что Для этого Нужно Этим Пользоваться Каждый День Начинаем Изучать Меню И понимаем Что Меню В общем Немножко Похоже Всякие Приложения Это они Как были Так и Остались Да Вот Ну какие-то Другие Тут приложения В этой Конкретной Системе Установлен Но тем не менее Ну не знаю Вот какой Текстовый Редактор Текстовый Редактор Но Еще раз Если Вы Рассчитывали Увидеть То же самое Но другого Цвета Да То вас ждет Жестокое Разочарование Данный Рабочий Стол Выглядит Совершенно По-другому Кстати Сказать Мы Это мы Еще не Настроили Это мы Еще не Настроили Тут Виртуальные Рабочие Столы Они Тут Есть Что-нибудь Такое Странное Тут Найти Вот Они Нет А да Вот Пейджер Как Добавляют Вот так Не Вижу А Тут Две Штуки Целых Стой Он Просто Их Не Показывает Потому Что Их Нет Ладно Бог С ним Не Буду Сейчас Над Этим Извращаться Короче Говоря Мы Приходим К Выводу Что Внешний Вид И Способ Работы Конкретной И Там Всякие Эффекты И Всякое Вот Это И Организация Самого Меню И Пиктограммы И все Остальное От Линукса К Линуксу Могут Различаться Встает Желание Образуется Желание Найти Что-нибудь Общее Так Называемый Инвариант Что Собственно Нам Изучать Когда Мы Изучаем Этот Самый Линукс Если Если Оно Все Время Разное Это Вопрос На Который Стоит Поискать Ответ Что-то Я тут Хотел Показать А ну Вот Пожалуйста Раздел Настройки Раздел Настройки Совершенно По-другому Выглядит Где он Тут Вот И Вот Этот Аналог Который Позволяет Настроить Нам Рабочий Стол Тут Правда Чуть Больше Например Он Умеет Настраивать Какие-то Принтеры Умеет Настраивать Допустим Подсистему Работы С Батарейкой Вот То есть На Этот Конкретно Дестоп Окружение Берет На себя Чуть Больше Задать Чуть Большую Задачу Чем То Что Было Вот То Что Мы Страшно Раз Вот И Когда мы Опять Начнем Тыкать Вот В Эти Настройки Понимаете Они Выглядят Совершенно По-другому Вот Ой Мама Вот Видали Караул Вот Вот То есть Возникает Возникает Мысль О том Что Вообще Говоря Изучать Этот Самый Линукс Путем Вот Изучать Этот Самый Линукс Путем Изучение Всех Пунктов Меню Очень Глупая Идея Значит Вы это можете Спокойно делать Вы можете Пытаться В этом Как-то Разбираться Но имейте Ввиду Что это Вас Приблизит Только К одному К изучению Того Варианта Рабочего Стола С которым Вы в данный Момент Имеете Дело Не больше Не больше И не меньше Не меньше Потому что Поскольку Вы каждый день Будете Предполагается Что вы каждый день Будете иметь С ним дело То настройка Этого Таким образом Чтобы вам Было Удобно Это важная Задача Которую Мы вообще Говоря Не рассматривали Ну давайте Кстати Никто не заметил Что при загрузке Этого Варианта Никто Логин И пароль Не спрашивал Потому что По умолчанию Сразу Входит Там На самом Деле Есть Пользователь Альт Линук Может Даже Разлогиниться Я думаю Нет Видимо Нельзя А Вот Он Даже Разлогинился Интересно Какой У него Пароль А Никакого Ну Вот Дальше Больше Сейчас я посмотрю Что у меня еще есть Более извращенного Так Сейчас Отсюда мы Разлогиниваемся Нет Мы Лучше Выключим Эту Виртуалочку И загрузим Ее с другим Сидюком Вот Вы Спрашиваете Это тоже Да Это тоже Линукс Но это Вообще Не Линукс Отвечает Вам Линуксует А покажи Мне еще Линуксы Хорошо Так Давайте Подсунем ему Сидюк С чем-нибудь С чем-нибудь Еще Убунт У меня тут Нету Знаете что Давайте даже Не так сделаем Давайте мы Запустим Другой У меня там Есть Специально Установленный Вот Вот Здесь Вот Ту машинку Которую Запускал С самого Начала У меня Специально Установленный Там Там Интереснее Кстати Там еще Гном 3 Но я думаю Что Сейчас Уже Не время Показывать Вот Вот Кстати Начальный Загрузчик Мы Видели Виртуал Вот Загружается Что-то Там Такое Думает Думает Все-таки Не очень Быстро Это Работает Вот Вот Вам Очередной Входной Экран Сейчас Покажется Ну Все Вроде Как Обычно И мы Не логинись Пока В этого Пользователя Который Тут Называется Тест Юзер Обнаруживаем Что тут Есть Несколько Разных Вариантов Рабочих Столов По умолчанию Ну Собственно На самом деле Два Openbox Xfce Вот Мы Выбираем Вариант Openbox Не видели Мы Такой Кнопочки Раньше А тут Она Есть Пароль Пользователя User И Ну Ну Где же Где же Мой рабочий Стол Где У меня Все Да Нигде Отвечает Все Это Операционная Это Это Ваша Рабочее Окружение Работайте Да Вот Что Нет Тут А Ты Это Имеешь Ввиду Все Нормально Вот Давайте Чтобы Было Понятно Да Вот Вот Значит Чуть Дальше Что делать Где Кнопки Правильный Ответ Но Есть Правая Кнопка Правая Кнопка Вызывает Меню Вот Оно Наше Меню Тут Какие-то Игры Тут Какие-то Приложения Все На Английском Написано Зараза Ну Ладно На Английском Боже Как Неудобно Где Мои Кнопки А Зачем Тебе Кнопки Запускай Терминал И Ну Хорошо Вот Я Запустил Терминал Дальше Что Делать Работать Да Значит От Окна Есть Есть Все Приложения Ты Можешь Запустить Сам Ну Не знаю Какой Там Fairfax Если Он тут Есть Его Тут Нет А Что Есть Хром Какой Нибудь Да Хром Есть Вот Пожалуйста Один Из Броузеров Называется Хром Его Можно Было Запустить Отсюда Из Меню Почти Наверняка Где Нибудь В разделе Нетворкинг Нет Тогда Не знаю Где Вот Его Можно Было Запустить Из Командной Строки Вот Вам Хромиум Да Можно Куда Нибудь Спасибо Не Надо Я Не знаю Что Он Спрашивал Но Все Спасибо Не Надо Вот Отстань Противно Ну Короче Броузер Просто Броузер Вместо Того Чтобы Искать Его Где То Здесь В меню Тем Более Что Пади Разбери Где Он Тут Я Не Знаю Правда Я Не Знаю Где Тут Ну Правда Вот Вы Можете Просто Вызвать Программу Из Командной Строки По Ее Имени И Это Тоже Линук Тоже Линук Неудобный Да Как Сказать А Чего Собственно Какая Вам Разница Гораздо Проще В Каком Смысле Если Вы Знаете Название Программы Запускать Отсюда Чем Каждый Раз Искать Где-то Там В Меню Пускай Даже Есть Пиктограмма Кстати Сказать Эта штука Поддерживает Рабочие Столы Вот Мы Сейчас Можем Приключиться На Второй На Третий На Четвертый Здесь Есть А Здесь Нет Ничего А Как Ж Вот Эта Волшебная Картинка Которая Приключает Рабочие Столы А Кто Сказал Что Эта Волшебная Картинка Это Такое Свойство Линукса Это Даже Не Свойство Графической Подсистемы Такая Программа Программа Которая Показывает Вам Ваши Рабочие Столы И Позволяет По ним Переключаться Причем Таких Программ На Свете Ну Десяток Ну Нам Годится Любая Ну Например Вот Такая Ну Вот Они Рабочие Столы Вот Мы Переключаемся На Второй На Треть На Четвертый Она Называется В данном Случа Она Называется Openbox Пейжа Вот Но В принципе Совершенно Необязательно Она Так Называется Окей Ну Хорошо Ну Хотя бы Ну Настроить Нам Можно Что-нибудь Можно Настроить Пожалуйста Хочешь Зеленую Тема Хочешь Синюю Все А что Еще Хотели Настраивать Если Ничего Кроме Кроме Окошек И И Их Декораторов У вас Нету Вот Таким Образом У нас Получается Такое Минималистическое Окружение В котором Мы Сами Себе Подбираем Что мы Хотим Мы Можем Помимо Этого Например Запустить Программу Которую Что Которых А нет Иконки На экране Потому что Сейчас На экране Иконок Просто Нету Экран Не для Этого Экран Для Отрисовки Окон И Иконка Это Просто Такое Окно Мы Можем Запустить Программу Которую Помимо Этого Меню Будет Еще Какое Меню Сетевые Соединения Вот Это Все Это Отдельные Программы Из которых Собственно Собирается Рабочее Окружение Окей Неудобно Неудобно Мы Так Не хотим Мы Хотим Чтобы Было Все Сразу Ладно Смотря Где Вот Смотрите Вот У нас Окружение Которое Называется XFCE Если Мне Не Изменяет Память Вот То В котором У нас Собственно Я Поменял Наверное Забыл Окей Значит Как правило Как правило Это Это В разделе Настроек Который Называется Рабочие Столы Где-нибудь Тут Рабочие Места Вот И вы Тут Просто Говорите Сколько И Все В некоторых Случах Вы Еще Можете Указать Что Например Их Четыре Но Показывать Не Четыре Окошка Вряд При Там Два На Два Эти Пейджеры Бывают Разные Собственно Говоря Наше Окружение Устроено Таким Образом Что Помимо Собственно Подсистемы Которые Рисуют Окна У Нас Есть Подсистема Которые Декорируют Эти Окна Так Панель Внизу В этой Панели Дополнительные Приложения Которые Рисуют Вот Такие Кнопочки Сякие Кнопочки Трей Еще Остальное Чего И То Что Нам Обеспечивает Работу С рабочим Столом Как С хранилищем Иконок Это Все Отдельные Компоненты Нашего Рабочего Окружения Вот В данном Случае Да Вот Мы Настроили Так Что У нас Четыре Четыре Этих Самых Рабочих Стола Но Можем И Сделать Три Да Сделать Три Пускай Будь Три Э Э Это Пять О Вот И Когда Мы Переключаемся Мы Переключаемся Окей А Я Хотел Где Она А Я Хотел Продолжить Издеваться Над Вами Вернее Над Потенциальным Вопрошением Покажи Мне Линукс Показать Вам Еще Один Линук Так Сейчас Мы Подсунем То Что Называется Резко Так Вон Упс Это Что Что Это Что Это Что За Волшебные Какие-то Штуки Да Все Нормально Вам Говорят Это Линукс Вот Он Загрузился Мало Того Что Ядро Загрузилось Еще Там Всякие Службы Загрузились И Файл Систем Смонтируется Все На Месте Работает Чего Работаете Где Работать Где Где Моя Кнопка Старт Нет Никакой Кнопки Старт Есть Что Есть Разные Программы И Инструмент Запуска Этих Программ По Их Имени Больше Ничего Нет Собственно Говоря Интересно Есть Старт Нет Старт Да Это Собственно Я Загрузил Специальный Инструмент Который Называется Реский Диск В котором В состав Которого Входит Изрядное Количество Всяких Штук Для починки Файла Системы Всяких Или Скажем Если Вы там Случайно Что-нибудь Напортачили И у вас Больше Система Не грузится Чтобы Ее Обратно Поспасти И Также Для Ситуации Когда У вас По какой-то Причине Изначально Скажем Инсталлятор Не грузится Ну Не знаю Там Какая-нибудь Совершенно Волшебная Совершенно Волшебная Видеокарточка Тогда Нужно Загрузить Вот В таком Виде Тут Где-то Есть Какой-нибудь Репорт Забыл Как он Называется А По-моему Здесь Нет Ну Не важно Важно То Что В разных Случах Там По-разному Бывает Короче Говоря Это Тоже Это Тоже Линукс И В нем Тоже Можно Работать Вот Вот Ваша файлосистема Кстати сказать И там Что-то Даже Лежит И там Даже Можно Подключить Файлосистему С диска Правда Тут диска Нету Чинить Нечего Ну И так Дальше И это Тоже Линукс Ага Выйти из него Нельзя Потому что Он заново Запускается Сейчас По-моему Вот так Надо Сделать Вот Закроем Его Наконец Последнее Собственно Я хотел Показать Вот Какую Штуку Сейчас Я Выдам Выдам Несколько Волшебных Команд Но Дальше Все Будет Дальше Все Будет Более Менее Понятно Нет Не Это Не То Я Хотел Показать Это Другая Машина Сейчас Мы Это Закроем Вот Ту Хотел Показать Вот Эту Хотел Показать Сейчас Нет Она А Там Сидюка Не Нужно Там Нужно Загрузиться Жесткую Диск Там Не Нужно Грузиться Сидюка Там Нужно Вот Вот Как Связана Вот Эта Черная Страшная Штука Именуем Консоль И Графическая Подсистема В которую Мы В Кавычках В обычном Случае Попадаем Да Напрямую Связано На самом деле Графическая Подсистема Такая же Программа Как и Все остальные И то Что там Запускается Весь Сите Компоненты Рабочий Стол Панель Всякие Значит Виджеты Это Тоже Тоже Программа Для Тоже Такая Программа И В принципе Мы Можем Вообще У Меня Есть Один Компьютер Который До сих пор Так Функционирует Мы Можем Вообще Сказать Не Запускать Не Запускать Никакой Никакую Вот Это Вот Не Запускать Никакую Никакую Графическую Подсистему Изначально Регистрироваться В этой Консоли Как тот Самый Пользователь По-моему Вот Так Получать Получать Всю ту же Командную Строку И Из Этой Командной Строки Уже Запускать Уже Запускать Графическую Подсистему Ну Не Знаю Там Вот Так Например А Все Узнаете Брат Колю Вот Она Ну Только Тут У нас Не Настроено Ничего Там Не 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 Бэкграунд Ничего Не Настраено Но В принципе А тут Кстати Вообще Не Настраивается Бэкграунд Ха Не Не Это Отдельная Тема Знаете Кто-то Вам Должен Взять И Прописать Бэкграунд Какой-то Картинкой Это Отдельная Программа Делает Это Все Делает Отдельная Программа Вот Тем Не Тем Не Менее Какой-нибудь Фех У нас Есть Феха У нас Нет Ну Тогда Не Помню Да Не Важно Все Можно Было Кстати Не Так Сказать Можно Отсюда Выйти И Запустить Какой-нибудь Тот Самый Старт Сейчас XFCE Во О Ну Вот Это Уже Больше Похоже На То Что Мы Видели Правда Сейчас Давай Давай Ну Вот У нас Что-то Бегран А Все Во Видите Мы Запустили Из командной Строки Тот Самый Рабочий Стол Который Нам Запускался Из Графического Из Графического Из Графического Приветствия Короче Говоря Так Все Здесь Здесь Все Значит Возникает Подозрение Первое Подозрение Относительно Инварианта Который Собственно Имеет Смысл Изучать Когда Вы Изучаете Линус Значит Вот Это Все Красивое Изучать Имеет Смысл Потому Что В этом Вы Будете Работать Но Если Вы Хотите Понять Как Устроена Операционная Система Конечно Вам Выйти То мы Попадаем Обратно Опа И мы Попадаем Обратно В Консоль Текста Вот Выключим Да Значит Маленький Маленький Как это правильно Сказать Маленькая Вкусняшка Помните Вы Все Говорили А что Это Такое Вот Когда Вот Это Ток Начиналось Вот Это Что Такое Значит Отвечаю Что Это Такое И Это Я Запустил Командную Стролку На Другом Компьютере Который На На Моем Рабочем Месте В 377 Аудитории Оттуда Запустил Менеджер Виртуальных Машин И все Виртуальные Машины Которые Мы Сейчас Видели Запускались Там На Том Компьютере Это Слишком Старый Там Памяти Не Хватит И Вся Графическая Картинка Нам Прекрасно Прокинулась Сюда Мы Все Это Видели И Никаких Проблем С Тем Чтобы Я думаю Большинство Здесь Присутствующих Даже Не Поняли Что Произошло Вот Эта Программа Виртуалбокс Как и Всякие Другие Программы Вернее Как и Всякие Ее Разные Виртуалочки Запускалась На Другом Компьютере А Картинку Пробрасывалось Сюда Вот Вот Видите Греб От Названия Того Компьютера Компьютер Назывался По-другому Компьютер Называется Питон Питон Видите Это Совсем Другой Тем не менее Я вполне Значит Бонусом Того Бонусом Того Что У нас Инвариантом Управления Нашей Операционной Системой Является Запуск Программ А не Нажимание На Кнопочки Является Тот Простейший Факт Что Вы Можете Удаленно Получить До Другой Операционной Системы Вот Таким Омж Запускать Программы Там Вот Я Даже Больше Скажу Да Бери Шири Не только Сам Факт Запуска Программ Является Инвариантом Для всех Различных Линук Систем Но И А да Кстати Нет Погодите Прежде чем Взять Шири Давайте Попробую Давайте проверим Тот факт Что На самом Деле Все Вот Эти Кнопочки Это Программы Которые Запускаются Наверное Это проще Было бы В КДЕ Виртуалке Да Сейчас Тут есть Система Меню Редактор Меню Какой-нибудь Нету Боюсь Что Нет Боюсь Что Боюсь Что Не получится Это Слишком Простая Штука Она Это Слишком Простая Штука Она Не Не Уметь Такие Вещи А Ну Слушайте Можно На Панель Добавить Вот Это Можно Сделать Вот Смотрите Вот У нас Есть Кнопочка Которая Запускает Броузер Присловутый Firefox Давайте Мы его Закроем Убедимся В том Что Эта Кнопочка Его Запускает Делать Это Не Очень Быстро Запускает Вот Давайте Посмотрим Как Она Устроена Эта Кнопочка А Почему Она Не А Потому Что Мы Уже Открыли Эту Настройку Где Она Тут Нет Давайте Все Позакроем Я Уже Запутался Где Тут Чего Павел Менеджер Только Что Что Было Может быть Да Вот Мы 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 Эту Настройку Открыли Давайте Еще раз Откроем Вот Неудобно Я так Не люблю Все Они Теряются Где Вот Смотрите Давайте Посмотрим Что там Внутри Там Внутри Название Этой Кнопочки Еще Одно Название Этой Кнопочки И Программа Которая Будет Запускаться Прямо Программа Вот Она Правда Странно Называется Но Это Неважно А Также Значок Который Можно Нарисовать Давайте Что Нибудь Ну Не знаю Давайте Еще Одну Кнопочку Добавим Да Вот Добавим Сюда Еще Одну Кнопочку Вот Назовем Ее Не знаю Как Нибудь Это Преднастроенный Ну Ладно Вот Точно Блин Не Не Люблю Эти Вещи Да Вот Слишком Много Всего Усложнений Не Не Надо Нажать Существами Сверх Необходимости Это Изменить Это Редактор Вот Она Вот У У Нас Тут Какой Нибудь Яд Есть Яд Нету Яда А Это Не Здесь Это Не На Той Машине Вот Еще Тоже Та Сам Пойди Пойди Пойми Где Что Здесь Яд Есть О Окей Ну Значок Без Значка Создать Ты Двич Вот Он Вот Вот вам Пожалуйста Мы создали Значок Который просто Запускает Программу На самом Деле Все Значки Это Всего Лишь Запуск Программы В данном случае Запускается Программа С Удивительным Названием Яд Вот Причем Автор Русский Поэтому Он Знал Что Называл Вот Ну Вот Да Которые Что-то Делают Точно Так же У Меня Просто Времени Уже Нет Показать А в принципе Точно Так же Все Вот Эти Вот Штуки Они На самом Деле Тоже Суть Запуск Запуск Каких-то Программ То есть Все Даже В общем Еще Проще Ну Смотрите Вот У нас Есть Значок На Рабочем Столе Не Не Будем Закрывать Вкладку Не Будем Ничего Закрывать Вот У нас Есть Значок На Рабочем Столе Который Запускает Mozilla Firefox Давайте его Посмотрим Ну Вот Видите Просто Запускается Firefox Не Более Того Мало Того То Что Мы Видим Сейчас Это Просто Такой Редактор Вот Этой Штуки А Штука Это Выглядит Очень Просто Она Лежит Где-то У нас В Каталоге В Каталоге Рабочий Стол Надо Думать Вон Firefox Desktop Давайте На него Посмотрим Да Нигде Это Не То Рабочий Стол Firefox Desktop Вот Файл Здесь Написано Запустить Программу Firefox Здесь Написано Использовать Иконку Firefox Здесь Написано Что Это Application Здесь Написаны Имена На Всех Языках Мира Корейский На Всех На Некоторых Всех Языках Мира Вот А здесь Написано За какие За файлы Какого Типа Эта Программа Отвечает Ну Еще Категории То есть Простейший Текстовый Файл Правда На На всех Языках Мира Который Описывает Описывает Вот Эту Программу Бинарную Для Того Чтобы Наш Наш Рабочий Сто Наше Окружение Чуть Больше Про Нее Знало Вот И Вся Любовь Ничего Более Ничего Более Таинственного Чем Запуск Программы И Предоставление Некоторых Дополнительной Информации Для пользователя Относительно Этой Программы Как То Иконка Название И Для Рабочего Стола Какие Файлы Она Умеет Открывать Вот Ничего Другого В этом Деле Нет Вообще Говоря Это Часть Стандарта На Рабочий Стол Разработан Как раз Для Графической Подсистемы X1 Которым Графической Подсистемы Которым Называется X.org Из Тут мы Вдаемся В такую Штуку Которую Наверное Нам Изучать Прямо Сейчас Смысла Особого Нет Вот Но Тем не менее Тем не менее Тем не менее Послать вас туда Чтобы посмотреть Как это вообще Как это вообще Все происходит Я бы послал Эта штука Называется Freedysk.org И это Такая Такая Такой Комьюнити Которая Пытается Аккуратно Прописать Стандарты Для того Как устроено Вообще Как организован Рабочий стол Вот Там Есть Довольно Много Интересных Проектов На которые Он Основан И мы К ним Еще Вернемся Вот Но Разговор Про Эти Проекты Ну Например Про Предоставление Прав Некоторым Приложением Например Про Передачу Типезированных Сообщений Между Приложением И так Далее Разговор Про Эти Проекты Бессмыслен Пока Мы Немножко Не Разберемся С Линус Как С Операционной Системы Вот Ну в частности В частности Стандартный Десктоп Файл Здесь Есть Я так думаю Вот Как Создавать Десктоп Файл Вот Это Да Что Это Было Это Скринкласс Хорошо Спасибо Тогда Я не буду Трогать А то Еще Вдруг Остановлю Да Значит Некоторые вещи В рабочих столах Стандартизованы Некоторые вещи Нестандартизованы Вообще Мы с вами Видели Что внешний вид Порядок Пунктов Меню Категоризация Этих Меню И много Много Чего Может Выглядеть Совершенно По-разному И даже Может Попросту Отсутствовать Вот Вот Эта Операция Как бы Нам На то Что Есть Еще Один Помимо Того Что Организация Собственной Линук Системы Как таковой Это Запуск Определенных Программ Эта Вещь Нам Нам На то Что Есть Еще Один Серьезный Вариант А именно Структура Каталогов В В Нашей Системе Каждый Из которых За что-то Отвечает Скажем Каталог Под названием Рабочий Стол Или Под названием Десктоп Если у вас Английский Вариант Операционной Системы Отвечает За содержимое Вот этого Экрана Давайте Это проверим Давайте Что-нибудь Прямо туда Напихаем Ну Закажем Вот так Вот Вот У нас Есть Даже Вот так Календарь И Прямо туда Вот Положим Рабочий Стол Значит Третий вариант Вы Постоянно С моей Помощью Имеете Перед собой Это Командная Строка Про нее Выручить Попозже В данном Случае Эта команда Создает Перенаправляет Вывод Команды Календарь В файл Находящийся В каталоге Рабочий стол Слэшка Находящийся В каталоге Рабочий стол Опа Вон он Его даже Наверное Чем-нибудь Можно Открыть Уж Не знаю Открывается Открывается Наверное Наверное Судя по размеру Открывается Чем-то Чем-то Совершенно Страшно Сейчас Ноутпад Его Откроет Причем Он не просто Откроет Он увидит Там Увидит Там Всякую Ерунду Кодировочка Да Потому что Кодировочка УТФ Ну что Кто первый стал Того и тапки Надо удалить Еще одна проблема Кстати сказать Которая вас будет Преследовать Когда вы поначалу Будете пользоваться Этим вашим Линуксом Видали Какая кодировка Проблема состоит в том Что приложений Очень много Им довольно тяжело Договориться Кто за что отвечает Вот на этом компьютере Не буду врать Ненамеренно За файлы Типа Текст Внезапно Отвечает По умолчанию Отвечает Видосовый Ноутпак Да Видосовый Ноутпак Вот Понятное дело Что все это Можно поменять Но Скажем так Может так Случиться Что Может так Случиться Что Вы что-нибудь Измените Вот видите На самом деле Вот Три варианта Вот Вы что-нибудь Установите В своей Системе Оно Прихватит Себе Ассоциацию С Текст Файлами И будет Будет Открывать Вот так Вот как В случае То самое происходит И с другими Операционными Системами Если вы ставите Очень много Всего Что любят Работать С TXT То кто Последний Поставлен Того И тапки Просто И это еще Одна вещь Про которую Я хотел успеть Сегодня Рассказать Работа С Linux Системой В силу Свободности Дистрибутива Провоцирует Такой Исследовательский Способ Обращение С приложениями Поставил приложение Не понравилось Удалил приложение Поставил там 10 каких Приложений Попробовал Забыл удалить Так 10 И стоят Вот Почему так Вспоминаем Прошлый наш разговор Все что у нас Есть В составе Хранилища Пригодного К установке На наш компьютер Распространяется Под свободной Лицензией То есть В любой момент Мы этого Можете поставить Никому Ничего не должно Вот Значит Прежде чем Перейти к этой теме Окончательно Еще раз Напомню Что Второй Первый вариант Это То что Запуск программы Это Любое приложение Это всего лишь Запущенная программа Второй вариант Что у нас Скорее всего Структура файловой системы Всегда одинаковая Вот И то что мы видим То что мы видим Вот здесь Вот здесь Это не случайный набор Названий каталога Совсем Совсем Не случайно Вот Ну и в частности Допустим То что мы То что у нас Рабочий стол Это рабочий стол Это тоже не случайно Это просто такой каталог Да И теперь мы Приключаемся На тему Установку программ Это то Что наверное Придет вам в голову Если вы Со всем Вот этим Более или менее Разберетесь Захотите с этим Существовать И у вас тут Появится Появится необходимость Что-то поставить И мы опять Упираемся В ситуацию Когда для разных Линуксах Вот эти инструменты Для установки В кавычках Приложений Абсолютно разные Просто настолько разные Что Некоторые Отрепь берет Ну то что здесь Надо что-то еще Что-то говорить Это дело другое Мы про это еще поговорим Вот я запустил Что-то Что называется Менеджер пакетов Да Это по-моему Было в разделе Настройки Менеджер пакетов Пакет Это еще Один инвариант Для подавляющего Большинства Дистрибутивов Линукс на сегодня Это собственно Такая единица Того что можно Установить в систему И удалить Именно из пакетов Состоят хранилища В которых Значит Из которых Вы что-то ставите Вот Ну скажем Если вы используетесь Дистрибутивом Менеджер И запускаете конкретно Пакетный менеджер Синаптикс Вам прямо написано Что такое пакет Как его устанавливать Вот коротко Коротко про это Коротко про это В одном экране Вот И тут мы внезапно Замечаем Что когда Я говорил Сколько 12 тысяч А у меня тут 50 Пакетов разных Которых можно установить 50 тысяч Из них 2642 пакета Уже установлены На данном компьютере Установлены 2642 пакета Каждая из которых Это отдельный комплект Программ Или Библиотека Или еще чего-нибудь Вот И там даже можно Где-то найти В разделе Где-то тут Можно посмотреть Установлены Кстати сказать Вот это вот Вот эти вот 50 тысяч Даже несмотря на то Что они как-то Категоризированы Да там Вот Есть какие-то категории Вы можете там Не знаю Ну вот Зайти вот сюда И что-нибудь такое Поустанавливать Даже несмотря на то Что их так много Или вернее Тот факт Что их так много Обычно пользователи Отпугивают 50 тысяч Окей Покажите мне Покажите мне Среди этих 50 тысяч Те которые мне нужны Вот Ну откуда же я знаю Что все нужно Поэтому Обычная практика Обычная практика Работы С пакетами Это попробовать Поискать Что-нибудь Что Что вы хотите Установить Ну не знаю Наверное тут сейчас Будет много Поиск по слову Граф Вот Медленная Медленная Что Сейчас просто Просто покажу Как Ну вот Сколько 2000 пакетов Содержит В описании И названии Слово Граф Я немножко Половина Из них Да Ну короче Там слово График Конечно Это я зря Придумал Давайте Что-нибудь Более хитрое Найдем Ну не знаю О Давайте Нет Я думаю Что будет Не много Всего 63 штуки Всего Три штуки Из них Даже Какой-то Стоит Вот в эту панель Вы можете Засандалить Калькулятор Вы видите XFC Калькулятор Плагин Стать Ну это Конечно Очень интересно О Давайте Вот эту Да Вот это Супер Супер Программа Ой Блин Texas X30 Вы умеете С этим Работать Программированный Калькулятор Я нет Не Ну давайте Попробуем Че Так Его надо Отметить Для установки И надо Сказать Применить Где-то Тут А вот Да Точно Спасибо Я этим пользоваться Не умею Поэтому Сейчас Я расскажу Почему Этим Пользоваться Не умею Кстати Обратите Внимание Что А нет Один Куркановый Пакет Давайте Ставить Вот Загрузил Вот Он Поставил Вот Он Вернем Вот Он Вот Он Оставит Ну Давай Давай Рожай Все Готово Внимание Вопрос Куда Куда Он Здесь Прелез Я Не Знаю Вряд Ли Короче Как он Назывался Он Завался Искал Дайте Лучше Отсюда Запустим Вот Он Да Там Прямо Это Самое Акациям Можно Пользоваться Я Я Зря Боялся Это Какой-то Другой Тексис Инструмент Обычно Они Пословнее Ну Да Там Такие Были Прямо Еще Чем Ну Вот Обратите Внимание Что Я Не Очень Хорошо Вот В Этой Программе Умею Разбираться Потому Что Ей Практически Не Пользуюсь Вот Мне Проще Сделать Это С командной Строки Ну Вот Так Уж Вышло Но Может Так Случится Скорее Сего Так Случится Что В том Линкс Который Будете Использовать Вы Эта Программа Будет Называться По-другому Выглядеть По-другому Иметь Другую Категорию Например В Дебян Бэзик Дистрибутив У вас Будет Программа Синаптикс Но Но Вся Структура Вся Структура Хранилища Будет Совершенно Другая Потому Что Дебянское Хранилище А не Наше Альто Вот А в Каком Нибудь Федоре Там Вообще Все Как Он Называется Юм Да Вот Этот Нет Уже Да Там Называется Вот А как Френд Называется Говорит Человек Который Этим Пользуется Я Не Помню Пользоваться Им Невозможно Вот Мы С вами Об Этим Точно Поговорим Это Еще Один Совершенно Четкий Для Подавляющего Большинства Дистрибутивов Объект Под названием Пакет Вот Ну и конечно Наиболее Разумное С моей точки зрения Наименее Шумное Это Использование Установщиков Пакетов Из командной Строки Вот Если я правильно Набрал пароль Конечно О Правильно Та 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 Тоже Калькулятор Этих Черт О Прорва О Вот Что Это Такое Я не знаю Давайте посмотрим Все эти программы Да Сколько их там ни на есть Они все свободны Поэтому их установка Выглядит просто так Скачать и установить Дыдынс Интересно Куда он влез Там должна быть Должна быть раздел Наука Обазование 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 На весе Волоков Есть О Да А Че это вообще Такое Я Гений У меня Есть Подозрение Нет Ват Не знаю Что это такое И кому это нужно Тоже не знаю И зачем Это паста Короче Удалить Он там Смотрите Поскольку это приложение Оно с собой Принесет Что Оно с собой Принесет Информацию О том Какие файлы Какого типа Оно умеет Открывать И меню Энтри И то и другое Нужно Обновить Чтобы Чтобы Рабочий стол Знал Что теперь Это приложение Умеет Открывать Эти файлы И вот этим Оно и занималось Все это время Просто тут Очень медленный диск Это ноутбук Давайте удалим Удалим Всех гениев Не всех Одного Кстати сказать Пока я удаляю Вы можете В современных Дистрибутивах Например В Ubuntu И кажется В Fedora Тоже Нет Значит только В Ubuntu Встретиться С другой Концепцией Не с концепцией Пакета А с концепцией Приложения Для Операционной Системы Их там будет Не 50 тысяч А скажем Тысяча Штук Всего И это будут Такие красивые Красивые полотенца С иконками Со скриншотами С описанием Что оно делает И со всем остальным Как это сказать Угадайте с трех раз Каким образом Это все реализовано Сидят люди Снимают скриншоты Чего Запуска соответствующих Программ Установленных Из чего Из пакетов Пишут описание К ним Создают программу Под названием Центр приложений Которую При нажатии Вот на эту самую Полотенце С красивыми Скриншотами Делает что Скачет И устанавливает Пакет Ну просто Для пользователя Конечно Вот разбираться В этих 50 тысяч Каких-то названиях Из которых 1030 Наверное Ему не нужны Никогда Вообще Потому что Это служебные Пакеты Библиотеки Или что-нибудь Еще Это конечно Очень неудобно Для человека Который работает С дистрибутивом Это как раз Очень удобно Собственно Вот Да Удаляем Удаляем Вот Надо же 17 мегабайтов Что-то 17 мегабайтов Гениальности У нас Есть еще Одна тонкость Что приложение Часто состоит Из нескольких Пакет Про зависимость Мы поговорим Потом Хотя Наверное Сейчас Дело в том Что Существуют Необязательные Пакеты Без которых Приложение Работает Но работает А Ну да Это то Что Что Называется В тебя Нечеткие Зависимости Значит Смотрите Если вы хотите Решать целый комплекс Каких-то задач Скорее всего Вам понадобится Сразу Несколько Пакетов И вот Эти люди Которые Составляют Которые Развивают Центр приложений Они скорее всего Об этом Подумали Вы нажали На кнопочку У вас Установилось Несколько Разных Пакетов Они Может быть Друг от друга Независимы Но они Все вместе Там что-то делают Вот примерно Это говорит Михаил Вот У меня тут В плане Нету Да Вопрос А тут Гет без параметров Там Дает Какую-то страшную вещь Они Помощь Они Вот это Показать Гет Нет Сейчас Что-то он говорил Обладает Коровьей силой А Да Даже Он должен Обладать Коровьей силой Где Где наша Где наш Король Суперсила Просто Апт Да Вот Апт Нет Апт 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 Ну давайте Так вот Вот так Вот точно Должен Может быть У нас Не переведено Вот Вот это Хотите Супер Да Вот вы Смеетесь А у нас Сертификаторы Которые Проверяли Наш Дистрибутив На наличие Недокументированных Возможностей Они Присылали Нам письмо Они Спрашивали У вас У вас Есть Недокументированная Возможность Что ваш Пакетный Менеджер Рисует Корову Мы Сказали Как ты Недокументированная Видите Строчку Она Документированная Ну Поржали Разошлись Ну Да Значит 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 Из Планок У меня Все Но На самом Деле Стоит Еще Одну Мутную Вещь Обозначить И мы С этой Мутной Вещи Разберемся В течение Семестра Это Зависимости Которые Сегодня Уже Упоминаю Нам Повезло И мы Устанавливая Пакеты Устанавливаем Устанавливаем По одному Это В общем Большая Редкость Если Я хочу Например Например Установить Апт Гет Апт Гет Инстал Я делаю Это с командной Строки Потому что Мне проще Я мог бы Запустить Синаптик И показать Там все Вот эти Меню Но Мне кажется Это больше Шума В голове Какой Нибудь Ну Не знаю Что Нибудь На Кде Написано Кстати сказать Что сейчас Происходит Сейчас Происходит Анализ Списка Всех Пакетов Потом Построение Дерева Так называемых Зависимостей То есть Какие Пакеты Не могут Работать Без Каких Других Вот Потом Подсчет Вот Подсчет Сколько Этих Пакетов Нужно Поставить Систему Чтобы Тот Пакет Который Мы Захотели Заработал И Видите Что Она Пишет Что К тому Пакету Который Мы Ставим Нужно Поставить Еще Вот Столько Без Этого Работать Не Будет А Вот Столько Обновить Стеллариум Здесь Похоже Стоит Это Просто Обновление То есть Мы Хотели Поставить Одну Программу Она Говорит Слушайте Я Скачаю 123 Мегабайта Ну Я Так Понимаю С точки Зрения Современных Операционных Систем Это Немного Совсем Вот Но С точки Зрения Линукса Допустим Помните Сколько Занимал Предыдущий Пакет А Это 2 Это Он 17 После Развертывания Видать У него Будет Какие Ресурсы Толстые А Вот Еще Предыдущий Как Он Там Звался А Мы Не Смотрели Он Это Тот Который Икскал Давайте Его Кстати Удалим Нам Тогда Скажет Сколько Он Места Занимал Вот 68 Килобайтов Вы Верите В то Что Существует Программа Размер 58 Килобайтов Они Существуют Их Кстати Сказать Подавляющее Большинство В этом Дистрибутиве Ну То есть Нет Не Подавляющее Но Много Вот Вот Эта Программа Занимает 68 Килобайтов Кстати Вопрос К тем Кто Ну Скажем Так Кто Не Знает Но Догадывается За счет Чего Почему Всего 68 Килобайтов И Целая Целая Такая Вот Прям Скачивается Соскод И собирается На машине Ни в коем случае За счет Того Что Большинство Библиотек Которые Рисуют Кнопочки Которые Взаимодействуют С пользователем Большинство Библиотек Уже Стоит В нашей Системе Поэтому Их Скачивать Не надо Возможно Возможно В сумме Вот этот Калькулятор Плюс Нужные Ему Библиотеки Занимает Ну Там Целых Четыре Мегабайтов Да Но Из этих Четырех Мегабайтов 95% Это То Что Уже Стоит В системе Ровно Поэтому Стеллариум Занимает 128 Да Ровно Поэтому Стеллариум Занимает 128 Потому Что Ему Все Это Нужно Он Скачивает Все Библиотеки Вот Когда Мы Тут Что-то Ставили Да Он Нам Написал Что Нам Скачает Раз Библиотеку Два Библиотеку Три Библиотеку Пять Библиотеку Шесть Ромашка Семь Зависимость Казалось Бы Все В общем Довольно Просто Поставил Пакет Приехал Куча Других Пакет Да Удалил Один Пакет Если Есть Какие То Которые От него Зависит Они Удалятся Тоже Это Все Хорошо До Тех Пор Пока Вы Пользуетесь Одним Хранилищем Вот Как Случай От Линукса Да У Нас Хранилище Всего Лишь Одно Главный Вопрос Человека Который Запутался В Убунте И Собирается Удалить Какой Почему У меня Ничего Не Обновляется Потому Что Ответ Очень Простой Потому Что Ты Нарегистрировал Све Каких Внешних Хранилищ Вот Программа Которая Требует Другую Библиотеку А эта Библиотека Требует Десяток Третьих Библиотек То Все Это Обновляться Не Будет Никогда Пока Ты Все Не Есть Библиотеку Общие Такие Тенденции Для Неофита Которые Начинают Работать С Тенденция Первая Все Рядом Куча Приложений Поставил Удалил Запустил Не Понравилось Снес Нажал На Кнопочку Значит Да Вот Тенденция Вторая Ничего До Конца Непонятно То Удалилась То Не Удалилась То Ли Закрыл То Не Закрылась Вот То Можно Использовать Этот Каталог То Нельзя Скачал Файл Положил Его Туда Что Вместо Которое Называется Файловая Система Он Туда Не Кладется Тенденция Три Очень Много Вещей Сильно Отличаются От Линукса Клинукса И Очень Хочется Изучать Такие Вещи Которые От Линукса Клинукса Не Отличаются Или По Крайней Мере Очень Похожи И Имеют Общую Структуру Вот Ну Первое Это скорее Бонус Мы Слишком Сильно Этим Заниматься Не Будем А Вот Две Оставшиеся Вещи Инварианты И Понимание Того Что Со Стороны Выглядит Как Немножко Мутное Это И Есть Предмет Разбиратель На Ближайшие Семестры Инварианты Мы Уже Обозначили Как Минимум Три Штуки Это Пакеты Файловая Система И Программы Вот Пожалуй С файловой Системы Мы И Начнем Плюс Плюс Четвертый Инвариант Который Я Держал Напоследок Это Что Любое Полноценное Взаимодействие С системой Установка Настройка Перезапуск И Все Остальное Гарантированно Делается С командной Строки Да То есть Вот Интерпретатор Командной Строки Он же Шел Он же Он же Терминал То Что мы Получаем Например Когда Загружаем Риск Диск Без Всего Это И Есть Основной Инструмент Взаимодействие С Линук Систем Вот Где-то Отсюда Мы Начнем В Следующий Раз Вот Повторяю Наша Задача Устранить Непонятки Чтобы То С чем Вы Работаете Было Доступно И Понятно Напоминаю Домашнее Задание Вы Должны Получить Полноценную Линук Систему Как минимум Виртуалочки Но если хотите То есть Но если Как бы Вам Есть Где-то Лучше Поставить Ну просто Быстрее Будет Работать Вы Видели Как Притормаживает Все Виртуалочка Хотя Я специально Запускал На довольно Быстром Все Если Есть Вопросы Задавайте Продолжение следует